В Алтайском хоккее намечаются кардинальные перемены. Продолжается глобальный ремонт Дворца Зрелища Спорта, который, кстати, теперь называется Титов Арена. А бюджет хоккейного Алтая заметно увеличили. Об этом не только поговорим и с директором команды Руслан Чайкин. Сегодня у нас в гостях. Руслан, здравствуйте. Добрый день, Елена. Вы в должности меньше месяца. Все верно. Почему согласились на эту непростую работу? Ну да, довольно-таки работа непростая. Долго думал на эту тему. В первую очередь, почему я к этому решению пришел? Так как я работал до этого, предыдущая моя работа была в Минспорте Алтайского края. И я курировал зимние виды спорта, в том числе хоккей. Много посвящал себя этому виду спорта. Мне очень близок этот вид спорта. Во-первых, у меня в семье отец занимался полупрофессиональным хоккеем в городе Алмата. Вот. Я начинал свою тоже деятельность спортивную, еще будучи маленьким юношем, юнцом в хоккее. Затем, конечно, поменял специализацию, ушел в футбол. Ну, на этой своей причиной как бы. Поэтому что-то хотел кардинально поменять тоже в своей жизни и более, так сказать, углубиться в этот вид спорта. Так как люблю и смотреть хоккей, и увлекаюсь этим видом спорта. Вот поэтому такое было принято решение с моей стороны. Подождите, не каждому, кто любит смотреть хоккей или увлекается им, предлагаю вот должность руководителя. А как это все было? Ну, поступило предложение от моего руководителя, Алексея Анатольевича Перфилева, министра. Долго я думал, долго. То есть вы еще сомневались? Да, потому что это такая рутина, очень много работы предстоит мне сейчас, в данный момент. Поэтому я долго размышлял на эту тему. Поступило предложение, с этими мыслями я уехал в командировку, возил в сборную края на всероссийские соревнования сельских спортсменов. Ну и было время подумать. То есть, соответственно, я подумал, ну и принял такое решение, чтобы попробовать себя в качестве директора. Коллектив вас как принял? Скажут, о, какого-то назначили, юн еще совсем. Коллектив, как бы сотрудники мои восприняли меня довольно-таки радушно. Не вижу там в этом, что молод, сейчас даже уклон у президента Российской Федерации на то, чтобы омолаживать сотрудников. Ну, Руслан, ну не было такого? Потому что вот по слухам осуждали, что как бы не тот человек еще не опытен. Да, слухи такие ходили, конечно, что да, молод они, опыт, опыта мало, да, руководящей должности как бы мало. Но я могу сказать, работая в Минспорте, это мне дало колоссальный опыт, работа вот эта. То есть, я курировал 30 федераций краевых. Помимо этого, я курировал хоккейный клуб «Алтай», хоккейную школу «Алтай», «Динамо Алтай» студентов. То есть, и мне эта работа по душе, во-первых, если работа нравится. Ну, какие-то важные решения вы уже самостоятельно принимаете? Вам доверяют в этом смысле или все же пока советуют? Честно говоря, можно сказать, меня в свободное плавание отпустили. То есть, решения принимаю я в какой-то степени. Да, где-то подсказывают, но в большей степени это зона ответственности моя. Ну, давайте поговорим на такой вопрос, ответим. Довольно тоже много обсуждений было. Почему переименовали «Алтай»? Почему «Алтай»? Почему не «Мотор»? Потому что были такие предложения, в том числе. Кстати, вы за какой вариант были? Честно говоря, я был за название «Мотор». «Мотор», но у нас шли дебаты на протяжении трех месяцев, причем такие горячие дебаты. То есть, такой, кажется, простой вопрос? Совершенно верно. Простой вопрос, да, но мы не могли прийти к общему знаменателю. То есть, долго думали, да, «Мотор», да, есть была слава «Мотора». Даже общавшись с коллегами из хоккейного клуба «Сокол», нас помнят по названию «Мотор». То есть, была слава, она еще, как бы говорится, и до сих пор существует. Вот, название «Алтай», да, до этого момента было название «Алтай», но команда хорошая, да, название хорошее было, но результата пока не показали никакого, да, «Алтай». И вот что-то решили кардинально поменять, кардинально поменять. То есть, шанс еще дать. Да, но сделать команду «Динамо Алтай». Хотя у нас уже есть «Динамо Алтай» студентов, команда, но мы тоже диспутируем с руководителем этого клуба студентов, Михаилом Ильичем Дроздовым. И не так давно мы с ним сошлись на мнении, то есть я его, может быть, где-то переубедил, назвать команду студентов по-другому. Сейчас работа в этом направлении ведется. Теперь там с дебаты. Да, то есть основная команда будет «Динамо Алтай», а команда студентов, как фарм-клуб, будет называться по-другому. Пока еще не могу сказать, как. В цветах как-то команда поменяется, эмблема. Основная команда, да, команда мастеров, которая «Динамо Алтай». Цветовая гамма будет преобладать темные тона, темно-синие тона, более такие агрессивные. То есть вот нынешняя команда сейчас, которая студентов «Динамо Алтай», у них более такие нежные тона, там голубые, темно-синие, там мало, да, где преобладает. Здесь будут более такие тона, ну, агрессивные, темно-синие. Вот. Эмблема останется та же, которая была у студентов. Эмблема Алтая, конечно, к сожалению, но... Ясно. Какая судьба у символа коллектива, у бычка Симон? Да, Симон. Бык Симон, да, символ, к сожалению, тоже уходит в летописи алтайского хоккея. Кто-то на смену придет? Да, сейчас в этом направлении работа ведется. Рассматриваем разные варианты. И символы, ну, то есть животные, занесенные в Красную книгу Алтайского края. Ну, между кем вы думаете опять? Это есть и ястребы, и... Ну, много вариантов, множество там, но пока прийти не можем, к общему, опять же, мнению. Как бы, чтобы не вызвать тоже у общественности какие-то там... Ну, какие-то ассоциации ведь должны вызываться, вот этот символ. Да, ну... Ястребы, понятно, но спасибо не то в шиканчик. Здесь, да, нужно все увязать, вот давайте рассмотрим, например, ну, хоккейный клуб Сибирь, да, наши соседи, да, которые выступают в КХЛ, у них довольно-таки все взаимосвязано. Значит, символ у них снеговик, снеговик называется команда Сибирь, хоккейный клуб Сибирь, то есть Сибирь, да, листворение зима, холод как бы, да, что символ это снеговик. Соответственно, логотип у них снежинка у Сибири, и нам тоже необходимо увязать это все. То есть если команда называется «Динамо Алтай». Хорошо, когда мы все об этом узнаем? Когда уже точку поставите в этом вопросе? Точку мы поставим, я думаю, к сезону, то есть это примерно к августу, начало сентября, ну, то есть к сентябрю. Руслан, давайте поговорим о составе команды. Кто будет играть? Приглашенные ребята или местные в основном? Ну, такая ситуация, смотрите, сейчас на данный момент подписано 8 игроков, а остальных я отправил в отпуск. Из этих 8 человек половина это алтайских спортсменов, половина приезжих. Под наши цели и задачи на будущий сезон, соответственно, мы будем привлекать иногородних спортсменов, но преимущественно алтайских, то есть наши воспитанники, которые уехали и играют в других клубах. Вот. Сейчас тренерским штабом ведутся переговоры с игроками, и под нашу цель и задачу люди готовы приехать. То есть и показать результат. Ну, наверняка и финансовая заинтересованность у них в этом есть, тем более я сказала, что бюджет увеличен. Как будем распоряжаться? Да, естественно, здесь зарплаты уже будут не те, которые были прежде. Соответственно, и игроки понимают, что под такие задачи они готовы ехать и выполнять их зарплаты, да, у игроков увеличатся. Но это зарплаты будут как из бюджетных средств, так и из небюджетных средств. Ну, общую сумму уже можете назвать? На сезон, например? Сумму зарплат игроков? Нет, в целом. В копилке сколько у команды будет? Ну, общий бюджет клуба будет порядка больше 65 миллионов. В отличие от предыдущих? Предыдущий бюджет был, бюджетных средств было 35 миллионов, за вычетом налогов там было гораздо меньше. Ну, почти в два раза. Ну, можно так сказать, да. Плюс небюджетка, которая привлекалась, это с билетной программы и плюс помощь от партнеров. То есть, ну, бюджет 40 где-то примерно был в прошлом году. Сейчас огромное спасибо правительству Алтайского края, губернатору Алтайского края и министру спорта, то, что добавили бюджет. Ну, соответственно, они хотят результат другой увидеть, цели и задачи другие. Ну, как раз работать над результатом будет новый тренер. Новый тренер. Александр Усачев, который тренирует студенческую команду. Почему именно он? Тоже долго диспутировали на эту тему. Как все долго-то? Сложно дается. Да, но в хоккее он требует дебатов. Вот, и решили остановиться тоже на юном, молодом, вернее, молодом тренере, у которого сейчас есть результаты, как бы, ну, конечно, не в этой лиге, а в студентах, да, они выиграли международные соревнования, как бы, и решили дать возможность Александру себя проявить, а с другой стороны, да, попробовать вот в команде мастеров. И почему еще Александр, ну, и вообще у нас тренерский штаб, есть алтайский. То есть мы сделали уклон на то, чтобы это были алтайские тренеры, а не приезжие. Поэтому вот на Александре остановились. Руслан, расскажите о ближайших планах ваших, в том числе, команды, естественно. Ну, ближайшие планы сейчас работа ведется, да, активно. Это вот разработка логотипов и так далее, да, символов. Также сейчас работа ведется к предсезонкам, то есть предсезонным тренировочным мероприятиям предсезонки. Подготовкам. Да, подготовки к новому сезону. Сейчас, то есть идет набор игроков с других команд нашей лиги, да, ВХЛБ. Пока сказать не могу, где мы будем проводить сборы, потому что много вариантов. Ну, один из вариантов – это республика Алтай. То есть это сухие тренировки безо льда. Лед мы будем здесь проводить. То есть тренировки на льду будут здесь. Скорее всего так будет. В бывшем, теперь уже Дворце зрелища спорта, вам название-то как, кстати, Титов арена. Тоже долго сомневались, спорили. Здесь как бы уже вопрос, зона ответственности, конечно, не моя. Ну, в общем, свое мнение хотя бы скажите, как вам? Ну, честно говоря, я бы оставил предыдущее название «Дворец зрелища спорта» имени Германа Степановича Титова. Ну, решили на новый лад назвать, да, как есть Карандин арена, теперь Титов арена. Ну, это больше как бы вопрос, наверное, к собственнику. Вот. По-моему, «Динамо» еще хотели назвать, верно? Ну, тоже на этот счет спорили. Ну, видимо, там шли какие-то переговоры, не знаю, мысли там, но здесь я уже не могу прокомментировать, это собственник должен сказать. Ну, вот сейчас активно продвигается ремонт, на прошлой неделе мы делали материал. Вот чем станет эта арена для города Барнаула? Будет ли она такой точкой, где будут все мероприятия, где будут приходить люди? Я думаю, да. Да, я вот не так давно оттуда вернулся сегодня, то есть посещал дворец, а работы, можно так сказать, кипят, но пока только все разрушают. То есть, честно говоря, как бы… Ну, в перспективе-то, наверняка вы проект видели. В перспективе, да, то есть это установка с внешней стороны дворца монитора 6 на 12, на котором будут трансляции вестись, значит, хоккейных матчей. То, что будет происходить внутри дворца, то есть будут транслироваться снаружи. Также собственникам приобретен куб, куб это, то есть такой конструктив посередине катка с четырех сторон, то есть мониторы, на которых будут транслироваться опасные моменты, да, и счет. Также будет демонтаж сидений, все будут новые сидения, то есть выполнены, опять же, в цветовой гамме «Динамо», то есть в синих-белых тонах. Вот, также новая будет охладительные установки, значит, помимо этого будет отопление автономное, это газ туда будут проводить. Ну, то есть куча новых новинок ждут зрителей в начале этого сезона хоккейного. А когда дворец спорта обещают сдать? По проекту дворец должен ввести в эксплуатацию в сентябре под начало сезона команды мастеров. Но если мы не вкладываемся в график, то есть собственник, то сдача объекта планируется на октябрь. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Руслан Чайкин, директор хоккейного клуба «Динамо Алтай». Субтитры создавал DimaTorzok